Приветствую каждого игрока от овощей до статиста на моем канале. И что же мы сегодня будем обсуждать? Зачем мы здесь собрались? Конечно же мы будем обсуждать новую подписку на ПЗ-4С Шмаль Тур, которую мы для простоты будем называть Шмаль. В общем, вот такой вот танчик, этот Шмаль, он у меня есть, есть уже довольно давно. Но давайте сперва обсудим, что же у него там за подписка. Подписку я уже забрал, она у меня висит здесь, она выдается бесплатно, забрать ее можно из магазина, вот здесь она была, располагалась. Также можно за 350 монет купить 10 кусков этого ПЗ-4 Шмаль Турма. Их всего нужно 100, соответственно, платите 3500 золота и Шмаль Турм уже у вас. Ну, это конечно неразумно. Кстати, есть хитрый ход. Вы можете за 3500 купить Шмаль Турм, откататься на нем 10 дней и выполнять условия подписки. В течение 10 дней и вы получите Шмаль Турм условно за 2500 голды. Почему? Потому что компенсация за наличие танка 1000 золота, что уже приятно. Давайте рассмотрим, что у нас тут дают. Первый приказ был на 10 боев. Просто отыграть 10 боев и за это вам дают 3 дня према. Приятно? Приятно. Следующий приказ, который нам достается, это 3 знака классности третьей степени. Изи, изи. Реально, за один день сделаете вообще в легкую. Там практически на любой технике выкатываете. Третью степень дают чуть ли не за каждый бой. За это получаете 5 сертификатов Х3 опыта. Тоже хорошо. Здесь у нас что? 2 знака второй степени. Но тут уже посложнее, тут уже придется немножко поднапрячься. Но я думаю, что это вполне выполнимо, если отыграть, допустим, ну 10 боев. Вот примерно так. Для каждого, ну, своя планка. Но, думаю, за 10 боев, 2 знака классности второй степени вы получите. И за это нам дают 10 Х3. Тоже приятно. Идем дальше. На шестом дне у нас уже первую степень просят. Вот за первую степень иногда приходится побороться. Кто-то говорит, что он целый день играет для того, чтобы ее получить. Но, в целом, это опять-таки выполнимо. Берите какой-нибудь непопулярный танк, и вы точно ее получите. Тем более, у вас 2 дня на ее получение. Уж как-нибудь справитесь за 2 дня. И получается 15 штук Х3, что тоже немало. За 15 Х3 можно вполне прокачать какой-нибудь танк седьмого уровня. Прямо от стока до самого конца. Следующая БЗшка, которую нам дают, это уже сыграть 20 боев. Это вообще легко. То есть, просто заходите в бой, отыгрываете, и 20 боев уже накопились. И за это вам дают легендарный камуфляж на шмаль. Будете шмалять в легендарном камуфляже. Прекрасный камуфляж в виде Звездных Войн. Мне очень нравится, и у меня его, главное, нет. То есть, это основная цель, за которую я буду гнаться. Ну, естественно, за косарем золотом. Но это уже такое. Хорошо. И последнее, что у нас есть. Приказ в самом последнем дне победить в 10 боях. Победить 10 боев, это, конечно, уже сложнее. Тут может быть от 20 боев в день до 30-40, смотря как пойдет. Ну, а обычно это где-то около 20 боев. Ну, то есть, при 50% боев, получается, что где-то половину вы зафаршмачите. И вам нужно отыграть где-то 20-ник. А после этого вы получаете аж целых 50 бустеров золота. Что примерно равно 800 голды. 800 голды просто так получить на халяву. Плюс 1000 за шмаль туром, если он у вас есть. Я считаю, что это очень щедрое предложение. Но, с другой стороны, разработчики всегда на 1 апреля давали какую-нибудь плюшку. То есть, в прошлом году, допустим, нужно было купить какую-то шкатулку за, по-моему, 1500 золота. А получить взамен 2000 золота. И плюс там какой-то аватарчик давали. Давайте я сейчас даже, наверное, посмотрю. У меня, по-моему, этот аватар оставался. Так, сейчас я его найду. Может он в этой папке, в премиумных. Да, вот он, нашел. Аватар, вот это парадокс. С днем смеха. Как раз-таки его можно было получить, когда вы покупали предложение за 1500 золота и получали 2 взамен. Очень приятно. Ну, по-моему, какое-то такое предложение было. Точно не скажу. Хорошо. С этим разобрались. Предложение классное. Да, кстати, касательно компенсации. То есть, если кто-то не верит, то вот здесь вот есть у нас характеристики ПЗ-4С и компенсация. И в итоге вот 1000 золота. Компенсация при наличии техники. За камуфляж 130 тысяч серебра. Так что, у кого камуфляж был и кто его покупал за золото, извините, ребят. К сожалению, вы получите только серебришко. А тем, у кого его не было, соответственно, будет новый камуфляж. Здесь, кстати, очень удобно все расписано касательно того, что вы будете получать и в какой день. Так что, вы всегда можете зайти в эту вкладочку и посмотреть, что вам нужно будет делать завтра. Хорошо. И теперь давайте уже посмотрим, что это за танк. Поговорим немножко о танке. О ПЗ-4С. Как вы думаете, хороший ли это танк или плохой? Так, бустеров, допустим, ставить никаких не будем. И поедем, просто сделаем три каточки. Шмальтурм на самом деле один из очень интересных танков. У него очень интересная ДПМная пушка. Самая ДПМная пушка среди СТ на шестом уровне. Итак, мы попадаем к семеркам. Нас бросают на прям вызов нам. То есть, ну реально будет тяжело. Я, пожалуй, попробую, может, точку взять. Давайте точку Б попробуем взять. Потому что непонятно, куда поедут наши семерки. И лучше ехать как-нибудь с ними. Стараться ехать как-нибудь с ними. Почему? Потому что скорости у нас вообще нихрена нету. Среди СТ-шек на шестом уровне. Это, наверное, самое медленное. Ну там есть один танк, который помедленнее будет. Шерман Джимбо. Но, сами понимаете, этот танк все-таки коллекционный. Который сложно получить. Который редко выдавался. И не у многих есть. Чего не сказать, допустим, о остальных машинках. А вот среди обычных машин шмальтурм, пожалуй, самый медленный. И здесь выкатываются уже двое врагов. Трое врагов. Ну все. Тут жопа. Просто. И нам главное отсюда не уехать. Мы просто тупо не успеем. Я попытаюсь, конечно. Но я думаю, что я просто не успею. Пушка приятная. Очень приятная. У нее отличная точность. У нее очень хороший ДПМ для своего уровня. Опять-таки, наш конкурент, вот следующий танк после нашего, имеет всего лишь 2000 ДПМ. В то время, как у нас практически 2200. И это очень неплохие показатели. Но, по сути, ради пушки он лишился всего. У него больше ничего нет. Броня? Пффф. Нет. Какая-то адекватная подвижность? Тоже нет. Ну, кстати, у нас все неплохо. Наши тут что-то очень быстро раскидали этих пацанов. Ну, у нас крушитель был. В принципе, крушитель, вы сами знаете, что за машина. Очень опасный аппарат. Кидать по 600 кон... Ой, по 160 по 600. Я к прокрушителе думаю. Кидать по 600. Кидать по 160, конечно, не очень приятно. Но, тем не менее, неплохо. И скорострельность, конечно, радует. Раз в 4,4 секунды отправлять снаряд противника, это интересно. Это всегда весело. То есть, вы ездите и постоянно стреляете, 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 стреляете. И, в принципе, у вас все хорошо. Ну, вот как-то так. То есть, вот такие вот характеристики у нашего аппарата. Касательно точности стрельбы, я сказал, что она как бы очень неплохая. Давайте сразу во второй бой заедем. Тут у нас, я бы не сказал, что прям все хорошо получилось. Но что-то мы настреляли. Окей, давайте попробуем реализоваться получше уже во втором бою. Точность у нас одна из лучших. Реально, одна из лучших на уровне. И скорострельность, как я уже сказал, одна из лучших. Нет, даже скорострельность, пожалуй, самая лучшая. Самая лучшая на шестом уровне. Нету ни одного аппарата лучше по скорострельности, чем наш шмаль. Но зато больше ничего у него нет. Вот реально, просто больше ничего ему не дали. Альфа-160, стандартная, в принципе. Ничего тут такого мудреного нет. У военчики, кстати, у военчики тоже имеются. 10 градусов. Я считаю, что это очень неплохо для такого танка. Так, кто там у нас в противниках? Сентинел. Сентинела мы, думаю, одолеем. Если, конечно, к ним вот Носхорн, СУ-100 и кто там еще у них, Штеер, не приедут быстренько. Потому что тяжи тоже точно сюда не перетянутся. Попробуем одолеть его практически один на один. О, Сентинел. Что, решил точку взять? Брони у нас нет. Вот сейчас попробую потанковать. Я думаю, что у меня ничего не получится. Нет, смотри-ка, что-то там танкуем. Удивительно. О, 34-85 решил приехать. О, смотрите, со второго раза он меня уже пробил. То есть он уже понял, что я ни хрена не броня. Но это было уже поздно. Опять-таки, ДПМ решает, конечно. Ни фига ты там выцелил? Что, они меня реально видят, что ли? Вроде за кустами стою. Спрятался тут. Не должны они меня видеть. Опа. Нормально. Давайте еще по нас хором попробуем пострелять. Он там как раз подставляется. Давайте включим адреналин. Попробуем ему в гуслю залепить. Ой, хорошо бы в гуслю-то залепить. Ну-ка, давай-давай-давай. Ой, забрали, пацана. А сейчас бы мы по нему весь барабан разрядили. Ну, ха-ха-ха, барабан. Настолько быстрая стрельба между, вот, КД между выстрелами, что кажется, что это у тебя барабан. То есть вот реально, просто банально путаешь обычные выстрелы с барабаном. Потому что очень быстро раздаешь. Вот реально, шмаль шмаляет. Очень быстро отстреливаем свои снаряды. Приятный аппарат. Кому-то очень даже понравится. Очень зайдет. Ну, а кто-то продаст. Ну, точнее, как продаст. Если у кого-то он уже имеется, то тот получит просто тысячу золота. Кстати, если вы его когда-то продали, ну, то есть он у вас был, а вы его продали, советую восстановить перед тем, как выполнять эту цепочку заданий, да? О, две тысячи урона почти нанесли. Сейчас последний выстрел не успеваем дать, к сожалению. Хабича все-таки был быстрее. Но, тем не менее, почти две тысячи урона. Это уже неплохо. То есть мы, получается, почти свою средуху отбили. А знаете, сколько средуха у него по аккаунту? Средуха по аккаунту 952. То есть 1900 это двойная средуха по аккаунту. Ну, естественно, мы в топе. Это даже при условии, что мы с семерками сражались. Ну, типа. И давайте в третий бой зайдем. По проценту побед у нас очень неплохо. Опять-таки, 54% побед среди всех СТ на шестом уровне. Вот. Не уступает очень многим. Реально очень многим. Ну, естественно, за счет своей пушки. Потому что, опять-таки, броня, это дело относительное и не про наш танк. Куда мы здесь поедем? А поехали по центру, наверное. Попробуем. А мы опять к семеркам попали. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Нас все кидают в сложные условия. Мы даже нагнуть как следует не можем. Из-за того, что попадаем постоянно к семеркам. Вот этот парень меня будет пробивать вообще на изи. А он что-то не получается у него. Так, кто-то меня там сзади подкинул. Ой-ой-ой. Под сухаря бы не попасть. Под сухаря попасть это прям совсем будет плохо. Ну, не будем упорваться. Не будем гоняться за пацаном. Пускай он там свой круг почета даст. Потому что, опять-таки, скорости у меня просто банально нет. И я никак его не догоню. Вот он круг почета дал. Воспользуемся своей точностью. Точностью нашего орудия. Подкинем ему еще разочек. И еще разочек. Да стой, стой, стой. Ну, куда ты полетел? Все, он убежал. Тогда давайте хаби сейчас заниматься. А, смотри-ка. Еще может быть разочек. Ай-яй-яй. Косичок. Зря я в таран, конечно, пошел. Я думал, что будет более безобидно. Он все-таки на ЛТ. Но, видимо, никакой массой мы не обладаем адекватный. Да вон сзади гром. Давай, бойся грома. Гром опасный. Он просто, наверное, не знает, что у него КД размером с вечность. Ура! Здесь мы даже выжили. Хорошо. Поехали за стул. А, ну за двумя сухарями. Все, там два сухаря. И они что-то там забыли на точке С. Сейчас мы к ним, если успеем доехать, то мы их расстреляем. Если не успеем, ну тогда халявные хпшки уйдут не нам. Ну вот я и говорю, что скорости ему, конечно же, не хватает. То есть, видите, меня СУ-100У обгоняет. То есть, банально, СУ-100У обгоняет данный аппарат. Так должно быть? Нет. Я считаю, что СТ-шки должны быть быстрее. Вот, допустим, нефритовый и бульдог. Они себя прекрасно чувствуют по скорости. Чуть-чуть промахиваемся. Включаем адреналин. И это нам не помогает. Увы, это весь урон, который мы успели нанести. Ну то есть, вы будете играть плюс-минус точно так же. Испытывать те же самые проблемы. Вам будет постоянно не хватать скорости. Если вы будете, конечно, убивать врагов. О, нифига себе, Камикадзе получил. Слушайте, я еще и на втором месте оказался. Охренеть. Я думал, тут совсем прям все плохо будет. Ну, нефритовый отыграл очень хорошо. Давайте ему результативчика поставим. Все-таки 2 800 набить. Даже при учете, что он на 7 уровне... А, ну 63% у парня. В принципе, парень играть умеет. Окей. Давайте пробежимся по тем боям, которые у нас получились. Я в гравитации пытался отыграть, и у меня что-то вообще не шло. Прям совсем. Ну, в общем, три боя наших. 1300 урона. Как видите, да, кстати, три боя подряд сыграно. 34 599. И здесь мы на третьем месте. Отыграли, в принципе, более-менее. Здесь мы уже на первом месте. Вторую степень получили. 49 600. И по урону 1902. На самом деле, 2000 урона на нем накидать несложно. Главное, чтобы противники какие-то попадались, которые будут с вами сражаться. 1256 урона. 29 000. И на втором месте после нефритового. Ну, на самом деле, это слабенький урон, конечно. Опять-таки, 2000 я сказал, что несложно накидать, если с вами противники будут сражаться, или если они вас не будут видеть. То есть, если вы откуда-то с угла заедете и начнете по ним нормально настреливать. Все у вас тогда получится, все будет просто замечательно. В принципе, танк неплохой. Советую всем проходить эту цепочку заданий. То есть, вот то, что у нас здесь есть. Приказы получать. И приказы выполнять советую всем. Да, допустим, Х3 не всем нужен. Но, тем не менее, почему бы и нет? Вот просто чуть-чуть свободного опыта на халяву. Я считаю, что это очень неплохо. Так что подписку берите. Проходите. Проходите до конца. Получайте 50 бустеров золота. Это очень неплохая прибавочка. И еще хотел бы сказать немножко о контейнерах, которые у нас тут появились. Мега-контейнеры. Сейчас давайте перейдем к этим мега-контейнерам. Вот мега-контейнеры появились. Тут их огромное множество. Всяких разных. По всяким разным ценам. Но стоят они охереть как много. Вот не тратьте свое золото на вот эту херню. На вот эти мега-контейнеры. Это потому что, ну реально, дичь. Не стоят они тех денег, которые за них просят. Абсолютно не стоят. Это как контейнеры собери их все. Только немножечко исковерканы. Вот смотрите. 10 тысяч за 6 контейнеров. За 10 тысяч. Ну там ладно, хорошо. Пускай будет 13 тысяч. Можно взять 17 контейнеров в наборе коллекция контейнеров. И вот это уже выгодно. И оттуда вы можете еще и золото получить. Здесь вы получите, конечно, какое-то золото. Даже есть шанс на 100 тысяч золота. Но это настолько мифический шанс, что просто охренеть. Так что не надейтесь. Не берите вот эту херню. Даже не думайте. Лучше просто заработайте себе золото. Ту же тысячу за шмальтурма. Те же 800 голды, когда бустеры откатаете. Вот у меня сколько бустеров? 260. Ну, надо потихоньку откатывать. Надо. Стараемся. Ну, а с вами был Зав. Подписываемся, ставим лайки. Надеюсь, вам было интересно. А на сегодня я с вами прощаюсь. Всем спасибо. И всем пока.